4 часа утра. Без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну. Самая короткая ночь в году для него снова прошла без снами. В ходе Гаврилов прекрасно помнит то самое 22 июня 41 года. Это было воскресенье. И новость о начале войны до его деревни долетела только к вечеру. Когда началась война, мне было 15 лет. Вдруг объявление всем жителям деревни явиться на площадь к сельскому совету на митинг. Мы пошли, не думая ни в чем дело, надо ехать на работу. И вдруг такой день хороший, солнечный. Пришли. И вот тут-то мы узнали, что началась война. Тогда никто не знал, что это только начало длинной изматывающей войны, которая будет длиться 4 года. И горе постучится в каждый дом. Спустя 81 год Тюмень себе в эту ночь спать тоже не позволила. Памятные мероприятия начались еще на рассвете и продолжились днем. В самом центре города прошел флешмоб. Люди хором исполнили военную песню в память о тех, кто так и не вернулся из боя. У них на ком, на поселках, на безземянной высоте. В конце-то мы запускаем шары в небо. Это в честь наших прадедов, дедов погибших. Они улетают весточкой. Некоторые даже записки прикрепляют к этим шарам. Еще одна акция прошла на республике 51. Именно здесь когда-то находился Тюменский военкомат. Отсюда солдаты уходили на фронт. Этот информационный стенд теперь будет напоминать об истории. На этом будет стенд фотография военкомата 20-х годов. И картина Степана Лопатина. Митинг 22 июня 41-го года в Тюмени. Когда только объявили войну. И вечером собрался здесь две трети населения города Тюмени. У драмтеатра концерт. Военные песни исполняют студенты-медики. Во время войны Тюмень стала городом госпиталей. Здесь было открыто 26 стационаров. В некоторых зданиях, о которых мы даже не догадывались. Вот, например, в школе номер 2 на Красных Зорь тоже располагались госпитали. Что в доме отдыха Оловянникова располагался госпиталь. Этот концерт смотрели со слезами на глазах. Впрочем, сегодня, кажется, скорбит даже погода. 22 июня дождь в Тюмени почти не прекращался. Дарина Яранцева, Сергей Жирнаков. Тюменская служба новостей.